В начале была одна мечта. 22-й год до нашей эры. Ирод Великий, прокуратур Иругеи, 18 лет тому назад избранный царем, мечтает о расширении торговой связи Римской империи со своим царством. Главная мечта Ирода – глубоколадный порт, куда будут прибывать суда сосед концов империи. Там должен быть волнолом, а кроме него – высокая башня со стенами, за которыми суда ничто не будет угрожать. Впервые в этих краях зародился столь дерзновенный план. Ирод нарек свою мечту именем Кейсари. Он осуществил эту мечту ценную каторжного труда тысяч рабочих. Огромные деревянные формы, залитые бетоном, осели на дно, образовав фундамент для волноломов. Порт, выраставший на песке, являл собой торжеством инженерии. Спустя 12 лет мечта Ирода была притворена в жизнь. На песках высится портовый город. Жизнь в нем бьет ключом. Корабли привозят сюда товар со всех концов империи. Огонь башни маяка друзьевам бросает отпуск на все это великолепие. Он освещает пребывающим кораблям путь к берегу. Он возвел в честь своих римских покровителей храм, который назвал в честь Августина и богинии Рома. За это он удостаивается доверия римских властей. Его владение простирается до самой силы. После смерти Ирода наследники пытаются заполнить зияющую пустоту. Но у них не было харизмы и силы Ирода. Так его наследники бесславно канули в лету. Римская власть укрепляет свой авторитет в Кейсарии. Город становится резиденцией римских наместников. Действующий порт гарантирует жителям пропитание и работу. Город по-прежнему высится, словно магнит притягивает иудеев, христиан и язычников. Еврейская община Кейсарии становится одной из самых влиятельных в Палестине. Множество людей учатся мудрости в основанных ей школах. Для жителей Кейсарии построены новые места развлечений. Спектакли и колесничные гонки собирают огромное количество зрителей. К 4 веку нашей эры Римская империя распадается. Вместо нее на Востоке возникает Византийская империя. Это новая глава в истории Кейсарии. Она обнесена новой прочной стеной. Гладиаторские бои запрещены, но жители и гости города могут насладиться зрелищем колесничных гонок. Город остается деловым центром. При лавке базаров ломятся от оливкового масла и отборных вин. В городе процветает торговля. Официальной религией Византийской империи становится христианством. На месте разрушенного храма Августина и Ромы высится восьмиугольная церковь потрясающей красоты. Она украшена сосольственной всей эпохе роскошью. Между тем, природные силы одерживают верх над рукоотворными сооружениями. В городе происходит сильное землетрясение. В основании порта образуется трещина и его постепенно затапливает вода. Седьмой битв на швейдар. После семи-месячной осады и воев византийской Кейсаре, один из богатейших укрепленных городов на святой земле, сдается мусульманам. Новую мечеть украшает ряд колонн, из-за которых открывается вид на море. До нее на этом месте стояли римский храм и византийская церковь. После того, как порт затонул из-за землетрясения, Кейсаре вымирает. От нее остаются залежи мрамора. В XII веке в Кейсарию снова приходит война. Крестоносцы, прибывшие из Европы, одержимы целью отвоевать священное для христиан города. Эта война пробудила Кейсарию ото сна. В гавани был построен новый причал. Вокруг города крестоносцы возвели новую защитную стену. Но битвы крестоносцев с мусульманами, не прекращавшиеся 200 лет, истощили и разорили святую землю. 1265 год. К стенам Кейсаре приближается большое, мощное войско Мамбу. Во главе его султан Бейбарс. На третий день боев войско врывается в город сель вокруг себя смерть. Впервые за свою историю Кейсаре оказывается разрушенной до основания. Султан Бейбарс не успокоился, пока он сравнил Кейсарию с землей. Кейсаре постепенно уходило в Египте, превращаясь в призрак мечты, породившие ее. Но история Кейсаре не завершилась на этом. Город, порожденный мечтой царя Ирода Великого, восстал из небытия благодаря мечтателю нового времени, барону Эдману Бенджамину Дероршиду. Он выкупил земли Кейсаре для того, чтобы Новый Год стал центром туризма, культуры и отдыха. Он вернул Кейсаре былое процветание. Она ожила и наполнилась голосами. Сегодня она гордится индустриальным парком, научным центром, жилыми массивами и красивейшими местами отдыха. Здание, которое вы видите, построено восьницами. Им более ста лет. Фундамент для них был заложен на месте, где некогда возвышались храм Ирода, Друзион и древняя городская стена. Часть портовых сооружений сегодня затоплены водой, но амфитеатр и ипподром сохранились до наших дней. Обновляя свой облик, Кейсария не расстается со своим славным прошлым. История Кейсарии, города, порожденного мечтой, ведет счет на тысячелетия. Кейсария живет гармоническим слиянием прошлого, настоящего и будущего. Кейсария живет гармоническим слиянием Амфитеатр и外, и хотя вы сможете гон Кейсария завести гармоническим слияниемobylским, смогут выстрелить до наших